Библейский портал экзегет.ру представляет Мы с вами продолжаем изучение псалтыри и вот уже подошли к псалму 45. Наши лекции, как знают уже многие, проходят в Сретенском монастыре, в актом в зале Сретенской семинарии и потом публикуются на сайте экзегет.ру. 45-й псалом. Многое в этом псалме напоминает псалом 2. Во 2-м псалме есть обещание от Бога защиты, которая будет дарована царю. В псалме 45-м, в 6-м стихе, мы видим, что эта защита приходит в лице самого Бога, который как бы появляется в столице. 45-й псалом полон уверенности в постоянной защите от Господа, что видно в многочисленных словах, выражающих чувство безопасности. Например, псалом начинается с таких слов. «Бог нам прибежище и сила», «скорый помощник». Потом повторяется в припевах «Господь сил с нами». Этим припевом заканчивается каждая строфа. За богослужение православной церкви мы встречаем неоднократный рефрен «Господи сил с нами будем». Эти слова взяты из соответствующего псалма. Как видно, псалом делится на части. Дважды повторяется один и тот же припев, как я уже говорил, «Господь сил с нами». Но между 4-м и 5-м стихом создаётся такое впечатление, что он когда-то был, но потом при последующей переписке его пропустили. Если бы сохранился этот припев, который мы видим в самом конце псалма, и в середине, между 4-м и 5-м стихами, тогда мы получили бы трёхчастный псалом. Итак, структура псалма. «Господство Бога видно повсюду. Над природой, над нападающим на его город врагами и над всем воюющим миром». В то же время поводом для написания этого псалма скорее всего было не опустошение Иерусалима, вызванное войной, может быть, с другими народами. Но, по всей видимости, Израиль наслаждался миром. Но когда к Иерусалиму поступили враги, благодаря могущественной помощи от Господа, осаждённый врагами город был освобождён без боя. Они прошли мимо. Исторически это может относиться к внезапному поражению объединённого войска царя Сирийского и царя Северного Царства Израильского при их приближении к Иерусалиму во времена царя Ахаза. Также этот псалом нам напоминает порочество Исаии о поражении ассирийцев во главе с Синахиримом или события, связанные с царём Иосафатом. Только один Бог знает, что было исторической основой этого текста. В 45-м псалме, как и в двух последующих, есть много точек соприкосновения с пророком Исаией. Например, перекличка выражения «Господь с нами». По-еврейски это будет звучать «Адонай Имману» и близкого выражения из Исаии «Эмануэль» «Эману с нами». И впоследствии мы знаем, что это «Господь с нами» или «Эмануэль» стало именем собственным. Эмануил. И так есть близкие выражения в двух текстах. «Господь с нами» или «Бог с нами». В данном псалме Бог также получает именование «Господа воинств» – Саваоф. Этот титул был характерен для периода царей. Словосочетание «Господь Саваоф», как считают некоторые исследователи, впервые появляется в Библии на устах Анны, матери пророка Самуила. И вот здесь также повторяется это словосочетание «Господь Саваоф». Теперь посмотрим более детально текст самого псалма. Второй, четвертый стихи. «Бог, в котором мы находим убежище, он неизменный». Сила, вероятно, подразумевает некий динамический аспект. Бог среди нас, чтобы дать возможность слабым стать сильными. Слова «скорый помощник» не передают всех тех оттенков надежности и своевременности, которые присутствуют в древнееврейском и древнегреческом текстах. Там буквально сказано «Бог – наша скорая помощь». Вот так, как мы сейчас это и понимаем. «Скорая помощь» в нужде, с которой мы внезапно столкнулись. Образ неизменности Бога изображается с помощью двух наиболее неизменных и неуязвимых вещей – земли и гор. Эти символы твердыни противопоставлены символу моря. А море, как мы с вами говорили, это образ неустойчивости, внезапной опасности, стихийности, страстности. Однако и у любого моря есть свой предел. Поэтому этого бушующего моря не стоит бояться. Бог поставил землю на твердых основаниях. Не поколеблется она вовеки и веки. 103-й псалом. Но даже если и горы, и небеса поколеблются, составятся или изменятся в какой-то эсхатологической перспективе, Бог останется таким же. Он вечный. 5-й, 8-й стихи. После описания шумных вод моря автор псалма переходит к описанию шумных народов и осажденного города. Рядом с Богом воды больше не устрашают, но превращаются в живительные реки, которые буквально веселят град Божий. По книге пророка Исаии с помощью тихих вод Бог обеспечивает водоснабжение осажденных в Иерусалиме, в то время как бурные реки это символ многочистости войск ассирийского царя, которые Бог посылает Иуде в наказание. Град Божий. 5-й стих. Это объединяющая тема для разных групп псалмов. Например, той группы, которую мы сейчас рассматриваем. 45-й, 46-й и 47-й псалмы. Избрание Давида в особые помазанники, как и избрание Сиона в жилище себе, это примеры особого предпочтения Бога, когда объекты его любви заслуживают соответствующего благоволения Творца. Бог продолжает заботиться о своих избранниках. Поскольку на Сионе расположен храм, Бог любит Сион больше всех остальных городов. Мысль, что Сион – город Бога, как великого царя, объединяет Ветхий и Новый Завет. В Евангелии от Матфея на устах Иисуса Христа мы встречаем соответствующие слова, что Иерусалим – это город великого царя. Обещание, что он, Сион, не поколеблется, противопоставляется шатанию земли и гор и колебанию других царств, гораздо более впечатляющих, чем маленький во всех отношениях Сион. Бог словно с самого раннего утра начинает свое дежурство в храме на зависть всего мира. Слова «рано утром» напоминают чудесное избавление израильтян, когда на рассвете Черное море повернулось назад, чтобы проглотить армии Египта. Зло, которому присуща нестабильность, стихийность, смятение и бурление, приводится в порядок, утихомиривается по слову Всевышнего. Седьмой стих. Словом Божьим были сотворены небеса и все воинство их. Его же слово могут быть стерты с лица земли и все их замыслы. Его слово создает и разрушает. Стих восьмой. Это припев, который, как я уже говорил, снова повторяется в конце псалма в двенадцатом стихе. Вполне возможно, что изначально такой припев был между четвертым и пятым стихом. И таким образом псалом делился на три страфы. Первая половина восьмого стиха говорит о мощи сил Божьих. Какие силы здесь имеются в виду? Или войска израильские, или небесные воинства. Об этом можно только гадать. В любом случае, они – орудие в руках Божьих. Вторая половина стиха упоминает Иакова, избранного Богом. Если во втором стихе Бог выступил как прибежище, буквально убежище в скалах, то в восьмом и двенадцатом стихах понятие «заступник» подразумевает недоступную высоту, убежище на неприступной скале или за высокими стенами города. Девятый, двенадцатый стихи. «Приидите и видите дела Божии». Это не только приглашение к созерцанию тех побед, которые совершались рукой Божией, но и в предвкушение побед будущего. Упоминаемый здесь глагол «видеть» обычно используется для указания на некую интуицию, внутренний глаз. Вот таким зрением видит пророк или прозорливец. Хотя результат наведения порядка Богом — это мир, однако для прекращения войн на земле ему порой приходится применять силу, опустошать. Особенность данного псалма заключается в том, что по нему Бог применяет не только мягкие слова и убеждения для прекращения войны, но и производит принудительное разрушение воинских контингентов. Девятый, десятый стихи. Смена отношения Бога с мягкого и спокойного к решительному и деятельному характерна и для других текстов Священного Писания от Ветхого Завета к Новому. Мы встретим эти слова и у пророка Исаия, и у апостола Петра. Громогласное «Остановитесь» — одиннадцатый стих — это не утешение для преследуемых, а обращение к миру стихий, которые стали терять над собой контроль. «Тихо! Перестаньте!» — это похоже на команду бушующему морю. Интересно, что Псалом, как и пророк Иеремия, так или иначе за словами «перестань и успокойся» подразумевают людское море вооруженных людей, в то время как Христос словами «умолкни, перестань» он буквально обращается к бушующему морю, после его слов буквально «ветер утих, и сделалась великая тишина». «Твердое намерение Бога «я буду возвышен» вызывает негодование гордых людей, а в смиренных, напротив, пробуждает стремление прославлять его суд. «Будь превознесен выше небес Божия». Заключительный припев, двенадцатый стих, добавляет силу к утверждению, что Бог сил с нами, Он наш высокий оплот. На Великом Повечерии, если кто посещает богослужение и слушает канон Андрея Критского, вы услышите эти слова «Господи, сил с нами буде», «не имом иного разве тебя», «не иные помощи» и так далее. Вот эти слова, они в этом псалме содержатся. Этот псалом завершает шестую кофизму, но, как мы увидим дальше с вами по смыслу, он объединяется с следующими двумя псалмами. Как я уже вам говорил, деление псалтыри на трех псалме, хотя это древнейшее деление в византийской церкви, но оно связано было с литургической практикой. И деление на трех псалме появилось раньше, чем появились кофизмы, которые делят псалтырь на 20 частей и объединяют в себе примерно по девять псалмов. Вы обратите внимание, что за чтением часов в храме третий, шестой, девятый час там читаются по три псалма. Шестопсалме – это два умножить на три. А в Египте в IV веке был чин пения 12 псалмов. Итак, древнейшее деление псалтыри на три. И после окончания третьей части пелось «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Слава тебе, Боже!» Вот этот характерный припев, который мы встречаем в самых последних стихах псалтыри. «Аллилуйя, хвалите Господа». Мы с вами говорили на том, что сама книга Таилим, книга хвалений, как раз получает свое номинование в еврейской традиции это слово «хвалить». Итак, этот псалом не входит по логике вещей в идейную, так сказать, общую часть шестой кофизмы. Шестая кофизма – это практическое деление псалтыри, а не смысловое. Шестая кофизма Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...